Добрый, добрый, добрый день! Добрый, добрый вечер! Доброй, доброй ночи! У кого какое время и у кого какая страна! С вами снова я, ваша Вивена. Здравствуйте, дорогие мои подписчики! Здравствуйте, дорогие мои гости канала! И здравствуйте те, кто первый раз зашел на канал. Канал у нас с общими раскладами, с ритуалами, с онлайн-ритуалами, с медитациями. Это гипноэзотерика, которая поможет в вашей жизни. И вы тоже научитесь управлять своей жизнью, эмоциями, голосом и спокойствием. Если вы зашли на этот канал, увидели по ленте, значит, высшие силы вам сказали, нажми, ты здесь узнаешь что-то новое. Мы много беседуем с вами. Я рассказываю вам о психологии, об отношениях мужчины и женщины. Вы можете соглашаться или нет. Но этому меня учили, и этому учил я вас. И передаю эти знания. Потому что магия и эзотерика – это и есть жизнь. Это умение управлять своей жизнью. Во благо себя. Во благо своих близких. Но не во зло. Сегодня у нас будет расклад про нашего любимого. Всё о нём. Что происходит в жизни вашего мужчины. Вы можете загадать мужчину. Мы сейчас посмотрим его характеристику. Пока отложим его туда подальше, чтобы было видно. Вот так вот. И будем смотреть. Расклад общий. Поэтому, если начало подходит, то смотрим дальше. Да, у меня определённый голос. Меня этому учили. У нас такой дар есть по роду, по женскому. Мы можем гипнотическим голосом воздействовать на человека. И удалять у него негативы с глаза, просто разговаривая. Часто люди засыпают, когда у меня на сеансе, и вы когда смотрите расклад, это значит, на вас есть какой-то негатив с глаза, что-то на работе схватили, на улице. И это всё от вас уходит. Улыбайтесь миру, и мир будет улыбаться вам. Поэтому я гипноэзотерик. Даже когда у меня что-то случается, лично, то у меня бывает вспышка, как у обычных людей. А дальше я себя просто успокаиваю и говорю, а мне это не важно. Потому что действительно эти все внешние какие-то факторы, это не важно. Ну давайте посмотрим, какой у нас мужчина. Ну на данный момент, что у него, на данный момент, что, какой он так. Ну царь зверей-то наш. Вот так, чтобы видно было. Тут вы полевы. Тут вы полевы. Тут вы полевы. Царь наш, как я говорю, хозяин Чукотки. И у него чувство к вам. Где бы вы ни находились, каких вы отношениях ни находились. Мужчина вообще очень такой влюбчивый, что ли. Очень любит на себя обращать внимание. И самое интересное, что женщины тоже обращают на него внимание. И это не важно, какой он. Три метра ростом. Или метр с кепкой. Маленький, худенький. Или толстый и огромный, как великан. Но женщины в нем видят что-то. Вот эти липнут к нему, обращают внимание. И он умеет каким-то образом привлечь к себе женщин. Какой у нас мужчина, сам себе режиссер-то. Да, мужчина сам себе режиссер. На данный момент, вот что у мужчины. Вот первые карты вышли. Он думает о вас. И у него сердце к вам лежит. Мужчина, знаете, любит тайные отношения. Любит вешать лапшу на уши. Любит врать. И на данный момент у человека не совсем все в порядке, потому что у него какой-то туман в голове. Может быть, сегодня день такой, и что-то празднует. Потому что это может говорить, что у человека... Или спит он после ночной смены или какой-то. Или он выпил, потому что у человека туман в голове. И вообще человек... Вот знаете, мужчина такой, который любит скрывать свои эмоции и чувства. Он их хранит только у себя. А внешне показывает совершенно другого. Внешне показывает, какой я хозяин. Кто в доме хозяин? Свои чувства редко будет показывать. Знаете, и человек такой своим молчанием может вызывать на неопределенности конфликт. Потому что конфликт это не когда мы на ножах деремся. Это тоже конфликт. Но конфликт это и тогда, когда недопонимание. Вот человек, не договаривая, вводит другого человека, партнера в вас в заблуждение. Он любит так делать. Он любит манипулировать. Он знает, как манипулировать женщинами. Какой у нас еще этот мужчина? Да. Вот знаете, сейчас у него какой-то идет выбор. Выбор, выбор. Выбор жизненных дорог. Выбор. Он стоит на перекрестке и не знает, куда идти. Потому что у него идет жар. И у него, вот смотрим по пересечению, смотрите. То есть ваши отношения. И он очень благородно к вам внутренне относится. А здесь идет, что он хозяин, но он не знает, как поступать. Ну и давайте посмотрим, что у него в жизни происходит. Это характеристика мужчины. Если вам подошла эта характеристика, то смотрим дальше. Сейчас еще в двух картах я просто покажу, кто вы. Если это тоже с вами совпадает, то дальше смотрим общий расклад. Какая вы? Какая вы? Ну, могу сказать, здесь вышло такое, что вы женщина, которая любит себя, любит свою собственность, любит свой дом. Мудрая. Мудрая для выгоды, чтобы в доме было все очень-очень хорошо, устойчиво. Не всегда хитрость – это плохо. Хитро-мудрость – это очень во благо идет и вам, и вашей семье. Потому что здесь мудрость. То есть вы хотите для себя, да, но вы это делаете как-то хитро-мудро. Вы зеркалите, что ли, других людей, и люди к вам располагаются. Вы очень будете стоять на защите своего дома, своих принципов, своих традиций. Какая вы? Вот она вы. Вышла, вышла. Вышли вы. Но могу еще вам сказать, что вы очень сексапильная. И можете даже просто в сообщениях какой-то одной фразой прям зацепить. Еще могу сказать, какая вы. Иногда вы вступаете в конфликты. Настраиваете на конфликтность, но умеете сглаживать такие конфликты. Умеете сглаживать такие конфликты. Извиняюсь, ваты попиваю. Какая вы? Мне вы нравитесь. Ой, знаете, внешне снежная королева. Снежная королева. Тут опять вышла мудрость. Снежная королева, мудрая, вот знаете, вот как в Маугли, мудрый. Мудрый был питон такой. Вот вы здесь мудрая со своими устоями. А внешне показываете тоже какую-то часто холодность. То есть эмоции все не вырываются у вас. Но здесь действительно мудрость. Понимаете, вы этой мудростью делаете выгоду для себя. Это очень важно в жизни. Мудростью. Гипноэзотерика – это тоже мудрость. Получить для себя положительное что-то – это мудрость. И еще какая вы? Какая вы? Ну, вы женщина, которая… Может быть, у кого-то есть транспорт, автомобиль. Или женщина, которая любит какое-то движение, решение проблем. То есть вы умеете быстро… Если вы вдруг что-то решили, то вы быстро это реализуете, начинаете действовать. И действительно мудро начинаете действовать. Но придерживаясь своих правил жизни. Придерживаясь своих правил жизни. Вот такая вы. Если вам характеристика ваша подошла, то тогда смотрим дальше. И уже будем смотреть непосредственно, что происходит в жизни партнера. Вы должны загадать этого человека. Представить его глаза в глаза. И спросить, что у тебя сейчас, мой милый, мой хороший, происходит. Что были ремонты, а теперь у меня дети приехали там наверху. Трое детей. Вот ведь слышно, как они носятся. Так. Так, что у тебя в жизни происходит? Так, раз эта карта выскочила. Ну, царь зверей-то наш царь зверей. Так, Мальброк в поход собрался. Так, будем вот так. Вот надо, чтобы в камере лучше было. Будем смотреть. Человек куда-то хочет поехать. Ну, у него на данный момент, сейчас мы будем всё... Человек себя, вот что у него происходит? Он себя показывает, что он всё может. Он всегда всё может. Он всегда всего добьётся, чего он хочет. Хорошего или плохого, это не важно. Он себя так, что он... Он может завоевать любую женщину. Он действительно хочет куда-то поехать и поехать к женщине. Далеко. Но на данный момент у него не очень хорошо с деньгами. Да, не совсем у него... То есть, или, может быть, у него деньги есть, но он не может их просто так на что-то выкинуть. Что у него происходит? Посмотрим, это вы или кто-то другая женщина. Но пока вы подали вы. И, может быть, он с вами хочет встретиться. Или поехать куда-то с вами. Или к вам приехать. Потому что у него это стоит. Но он очень упертый. Что у него в жизни происходит? Так, вот так подвинем, чтобы в кадр попадало. Чтобы в кадр попадало у нас. Что у него в жизни происходит? Хочу посмотреть, вы эта женщина или нет. Дорога. Дорога к вам. Действительно. Дорога к вам. Видите, вышла как. Дорога к вам. То есть, он хочет или с вами встретиться, или поехать, или написать. У него это в голове есть. Но он упертый. Он же у нас царь и бог. Ох, видите, как пока он. Я сам. Я чуть ли не папа римский. Так, откладываем пока это уточнение. Дорога к вам. Давайте дальше смотреть. Что у него в жизни происходит. Но здесь у него идет такое, что вот он как бы... Или он жадноватый, и ему жалко потратить деньги на что-то, на вас или на что-то. Или у него действительно не очень хватается. Соответственно, данный момент. Но он это не показывает. Показывает, что у него все вроде бы как замечательно. Что в жизни у человека происходит, которого загадали? А вот тут императрица. У него есть что-то из прошлого или женщина. Это может быть и мать, это может быть и жена. Да, что в жизни происходит. Если человек женат, у него есть женщина, там дети, то у него происходит, что у него сейчас забота о своем доме. Это может быть, конечно, и забота о матери, о своих сестрах, о своих домочадцах, племянниках. Но это может быть и жена, потому что вы императрица, а вы здесь дорога к вам. Тут есть еще женщина. Что происходит? Что происходит? Да, человек стоит на перекрестке решений. Мужчина стоит на перекрестке решений, потому что только женщина дает ему силу, а он стоит на перекрестке. Он не знает, какое принять решение. Он хочет и написать вам, и еще у него есть проблемы какие-то муниципальные, может быть, с полицией, может, еще что-то, может быть, в каких-то договорах. У него есть проблемы, и он не знает, как их решить. Проблемы у некоторых, потому что это общий расклад, будут связаны с детьми. Может быть, их обучение, может быть, алименты, может, еще что-то. То есть проблемы, связанные с детьми, проблемы, связанные денежного характера. У него сейчас стоит, как разрешить все проблемы, которые у него возникли сейчас в жизни, в его доме, в его устоях. Ему нужна сила. Сейчас посмотрим, а дает ли вот эта женщина ему силу. А эта женщина не дает ему силу. Почему на перекрестке? А потому что у него в душе выбор, любовь. Но дело в том, что мужчина такой, вот здесь все карты говорят, я сам, я сам. Еще идет такое, что к вам у него сердце лежит. Но он, как дурачок, не знает, как это разрешить. Он же всегда сам, он же могуйка. Он же могуйка. Что у него в жизни происходит? Вот смотрите, у него раздрай в жизни происходит. У него одна жизнь одна, а вторая жизнь вторая. Он как двулики, вот как я говорю, двулики Янус. Что еще в жизни происходит у человека? Чувства у него к нему, к вам есть. Он хочет изменить свой путь. Но у него пока нет на это ни знаний, ни решений. Но он уже задумывается. Человек хочет открыть новую дверь в новую жизнь. Но это будет дальше. Он уже принимает какие-то решения, принимает какие-то, он уже думает об этом. Потому что у него сердце лежит к вам, а есть какие-то устои и правила, которые он не хочет нарушать. И не знает, как ему поступить. Что у него сейчас происходит? Знаете, этот мужчина на данный момент сейчас хочет убить в себе вот этого недоразвитого мальчика. Недоразвитого трусливого мальчика, который живет внутри у него. Понимаете, у него такая недолюбленность какая-то в детстве. Он показывает всем, что он такой герой мачо. Он все, он и бизнес может, он и работу может, он все может. Он может это просто говорить и показывать. И вот у него сейчас происходит такое, я хочу убить этого мальчика, этого маленького мальчика. Я хочу стать мужиком, настоящим мужиком и внешне, и внутренне. Он хочет убить этого трусливого мальчика, который всем показывает, что он герой балета нашего. Герой нашего балета. Что у него происходит? Вот у него происходит действительно, есть враги какие-то. И они действительно на него очень давят, эти враги. И он такой, знаете, могу сказать, вступает в конфликты с людьми. Иногда не обдумав, начинает чего-то орать, доказывать, и этим портит все. Вот этот внутренний маленький мальчик выступает с капризами вместо того, чтобы решить эти проблемы. У него сейчас есть проблемы. И он думает, что надо под дурачка скосить, и тогда все выгорит. И на самом деле тут вышло, что я сам, я сам победитель. Давайте посмотрим, а что у него еще в жизни происходит. Тут у него какие-то финансовые проблемы, раздрай в сердце, потому что и вы в этом сердце, и еще кто-то есть какие-то у него обязательства. У кого-то, может быть, это любовница, у кого-то жена, у кого-то мать, тетки. Ну, он хочет это все отрезать. Что еще в жизни происходит? Ух, ну да. То есть человек сейчас очень хочет какой-то поездки. Что он открывает уже эти ворота, чтобы уехать. Но пока, вот понимаете, как будто он хочет поехать, уже сел в машину, выехал на дороге, а шлагбаум стоит. Проехать невозможно, шлагбаум закрыт. Вот что-то ему мешает. И мешают ему действительно какие-то правила, которые установлены государством, может быть, полицией, может, еще что-то. То есть он не может их исправить. Да у него-то дороги открыты. Так, что у него еще в жизни происходит? Проблема у него. Ну, он получает какие-то тумаки на голову. Внутренне он очень одинокий. Одинокий именно, понимаете, вот он всегда себя показывает, что какой он герой-любовник. А на самом деле он очень внутренний, одинокий человек. Он свое сердце не показывает. И за это теперь, за все его вот какие-то манипуляции он получает кирпичиками по башке. И это его очень расстраивает. Да, человек на данный момент очень психически как-то неуравновешен. Давит его все, давит. Что у него происходит? Могу сказать, что он думает о вас, он думает о женщине, которая его ждет. Он хочет к ней прислониться, чтобы это была его радость, что у него происходит. Воспоминания о вас дают ему очень глубокую радость. Но раздрай такой очень тяжелый, тавтология. Могу сказать точно, что у него действительно есть, практически у всех, то есть у него есть какие-то проблемы. Действительно эти проблемы связаны не с личной жизнью конкретно, а это связано что-то или с работой, или с его бизнесом. Что-то умирает, отмирает, и он понимает, что нужно что-то менять. Потому что у него есть и денежные какие-то затруднения. Возможно, долги, возможно, кредиты, возможно, договора. Но всем кажется, что у него все замечательно. Он же себя показывает таким вот прям, ну, настоящим королем. Что у него еще сейчас происходит? Мы смотрим всегда на разных колодах. Что у него еще сейчас происходит? Разрушение, я говорю, да. Вот то, что я говорила в других. Да, он хочет, понимаете, освободиться от каких-то цепей. У него идет разрушение, полное идет разрушение, внутреннее, психологическое. Может быть, на материальном уровне тоже. Он хочет эту недоразвитость убрать и получить вот свою вольную. Как крепостной, который прикреплен, он хочет получить вольную и жить свободно. Он в цепях. Борется, уже думает как. Он увидел, что он живет в какой-то фальше. Что у него в жизни происходит? Что у него в жизни происходит? Да, если вот мужчина живет с какой-то женщиной, это может, конечно, быть и мать, это может быть и жена. Она не дает ему питание жизни, и там все время идут какие-то внутренние конфликты. Может быть, явные конфликты. Может быть, просто каждый живет сам по себе в своей крепости, потому что здесь идет непонимание. И это непонимание росло, 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 росло. И уже как паровой котел оно уже взрывается. Это его очень мучает. Что еще происходит? Что еще происходит? Да, он действительно хочет от всего, от этого убежать. Настолько ему уже все обрыдло. На все обрыдло, обрыдло. Все вот быт какой-то, серость, которая происходит. Вот что-то в жизни у него рушится. И он смотрит на это, как на зеркало. Вот как в зеркало. И вот единственное, что убежать от этого, от всего. От самого себя, конечно, не убежишь. Самое главное, что от самого себя убежать невозможно. Хорошо. Давайте посмотрим в заключении, что все-таки у этого человека еще происходит. Мы уже посмотрели, что у него происходит. Чувства у него к вам есть. У него борьба там страшная за все. Человек вот как бы, он пытается, вот как бы на новый этап уровня жизни выходит. Плохой это будет этап, хороший, но он выходит на свой новый этап жизни. Ну, трусость как-то его, очень недолюбленный с детства. И он боится вот так вот принять быстрое решение. Что еще происходит? Что происходит? Вы происходит. Вы как действительно звезда, которая его озаряет. Ну, единственное могу сказать, что, вот смотрите, как вышло. Вы для него его звезда. Звезда. Вы женщина, которая движет вперед. Но он по своему характеру, вот понимаете, сам себе устраивает какие-то мечи, отодвигает от себя людей. Вот есть у него такая чернотушечка внутри, в душе. Он не может от этого избавиться. Он такой человек. Он может как-то где-то отомстить, где-то жестко ответить, или внутренне это проговорить про себя. Но вы для него, понимаете, он сам вас когда-то отдалил. А то, что, вот видите, перевернула нас колода. А то, что он вас желает, это да. Вы же именно та женщина, которая дает движение. Что у него еще происходит? О вас он думает. Ну, знаете он какой? Чтоб я-то? Да я-то уступлю, да, хочу. Но я не уступлю, я ж такой. Ну, че ж тут? Мужик в юбке-то. Мужик немножко трусоват и гадковат. Ну, такой он по характеру. Это не значит, что он плохой. Просто такая червоточина у него есть. По-моему, по-своему, неправильно, ну и ладно. Но вы для него звезда. И он к этой звезде хочет... Он стремится к вам. Но он не той дорогой стремится к вам. То есть он стремится так, что убивает вас вообще. Вот вас убивает эту вот любовь. Если уже не убил окончательно. Что у него происходит? Ну, да. Он говорит, да, у него... У него есть затруднения в жизни. Он вспоминает о прошлом. Как было хорошо. Как было хорошо с вами. Как вы давали ему энергию, эту денег, энергию любви. Вот что с ним происходит о воспоминании прошлого. И он надеется, что боги помогут. Ну, что у него еще происходит? Хочу вот так вот карту. Ну, конечно, вы для него воплощение вот этой женщины, которая дает силу. Ну, посмотрите, красота-то какая. Это вы. Он все время думает о вас. Периодически, конечно, все время думать 24 часа невозможно. Человеку же надо еще и работать. Ну, и что еще? Посмотрим. Могу сказать, что действительно у человека к вам есть чувства. Ну, штанишечки-то красненькие, да, и такие-то они, видите, какие у него махонькие штанишечки-то. Но он желает, что, вот понимаете, у него внутренняя идет борьба. Я хочу из этого мальчика, который несет всегда и давал всегда всем кубки любви, туда-сюда им гулянки, стать настоящим мужчиной, который может продвигаться вперед. Королем, он очень любит деньги, и для него, когда идет нехватка денег, прям очень большой кризис, у него сразу депрессия. Сейчас он в такой ситуации находится. И плюс еще отношения с вами. Вы в его сердце есть независимо, в отношениях вы сейчас или вы разошлись. Вы в его сердце остались. Он о вас помнит, вспоминает. И именно истинная любовь у него к вам. Как бы он что ни говорил о вас кому-то, вам лично, это слова, которые не отражают его истинность. Вот что у него в жизни происходит. О действиях мы здесь не говорим, просто посмотрели, что в жизни происходит. Чувства у человека остались, и действительно человек переживает большой кризис в жизни сейчас. И на любовном фронте, и на психологическом, и на материальном. Вот такой у нас был сегодня расклад. Всем желаю радости, счастья, очень огромных материальных благ, вот огромных, потому что материальные блага очень многое дают в жизни. Находите свое предназначение, и тогда мир подарит вам все блага Земли. Находите свое предназначение. Находите. Это именно тогда, это ваша целостность, и эта целостность мира даст вам все блага мира. Все блага мира. Пока-пока. С вами была Вивьена. Ставьте лайки, пишите комментарии за личными раскладами, за чистками, за другими ритуалами, которые помогут в вашей жизни. Пожалуйста, мои контакты на экране, а также в описании и в закрепленном комментарии. Пожалуйста, пишите, ставьте лайки, пишите комментарии. Есть группа Facebook, есть страница ВКонтакте, в Яндекс.Эфир заходите, есть второй канал Вивиена, Эзотерика и Жизнь, и везде я называюсь Вивиена, Эзотерика и Жизнь. В Яндекс, в Инстаграм, ВКонтакте, везде я поставила название Вивиена, Эзотерика и Жизнь. Вивиена, Эзотерика и Жизнь. Потому что Эзотерика и есть Жизнь. Мы переходим в Пятое измерение, и нужно туда попасть, нужно осветлить свою душу. Радуйтесь, улыбайтесь, всем счастья и добра. Пока-пока, с вами была Вивиена.